МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень хороший вопрос, потому что ежегодно у нас проводится большая планомерная работа для того, чтобы экзамены, которые длятся не очень долго, прошли четко, слаженно, организованно, чтобы результаты были хорошие. Начинается эта работа уже в августе месяца, когда в Министерстве образования мы формируем дорожную карту. Дорожная карта состоит из пяти направлений, в которые входят и подготовка организаторов, и работа с родителями, информирование общественности и многие другие моменты, которые не должны быть упущены ни в коем случае, чтобы все прошло четко и слаженно. Конечно, главное, чтобы на каждом этапе, на каждом уровне подготовки экзамена или проведения самого экзамена все сработали четко и слаженно. Поэтому прежде всего это, конечно, наши уважаемые учителя, которые учат ребят, которые готовят. Вот для их поддержки, для их стимулирования с 2015 года у нас есть повышающие коэффициенты для тех школ, где учебные предметы преподаются на углубленном уровне. Очень важно, чтобы сами родители осознавали и поддерживали ребят, какие впереди их ждут серьезные экзамены, испытания, которые, в общем-то, скажутся на их дальнейшем будущем пути. Нельзя не отметить руководителей управления, заместителей глав по социальным вопросам, потому что на них лежит ответственность, особенно в тех территориях, где подвоз ребят осуществляется, чтобы ребята вовремя прибыли к экзамену, чтобы ничего не случилось в дороге, пока они до пункта проведения экзамена направляются. Но и если говорить в целом об организации, то у нас работает межведомственная рабочая группа, которая создана при правительстве республики Хакасия. И цель ее и основная задача для того, чтобы экзамены у нас прошли без каких-то сбоев, чтобы электроэнергия у нас была бесперебойна, чтобы интернет у нас работал четко, хорошо, чтобы здравоохранение у нас, если что-то вдруг случится, ребенок пожаловался на какое-то недомогание, тоже сработало. Поэтому это большая планомерная работа, в которой задействовано много-много людей. А сколько школьников в этом году сдавали единый госэкзамен? У нас традиционно примерно 2,5 тысячи сдают единый госэкзамен. Немного, порядка 200 человек, чуть более, это выпускники прошлых лет, которые желают улучшить свои результаты экзаменов, чтобы, возможно, поступить в ВУЗ, кто не поступил, либо в другой ВУЗ, если что-то в жизни поменялось. А самих школьников у нас в этом году 2440, это примерно столько же, сколько и было в прошлом году. А какой из предметов стал самым массовым среди школьников, конечно, если не учитывать основные предметы? У нас обязательные предметы русский язык и математика, но в связи с тем, что математика у нас делится на базовый уровень и на профильный, то вот уже профильный уровень мы можем считать как одним из экзаменов по выбору. Так вот, как раз он и пользуется спросом. 56%, даже немножко с десятым, почти 57% ребят выбирают профильную математику. И следующим у нас идет предмет, который выбираем, это общество знаний, это 54%. Пользуется спросом, каждый пятый ребенок у нас выбрал химию и географию, и каждый четвертый выпускник школы выбрал биологию. При проведении единого госэкзамена были ли какие-то нарушения? Вот каких-то серьезных технологических, организационных у нас сбоев не произошло. Это нас очень радует, потому что мы готовились, мы обучали, и проведено очень много совещаний, семинаров, вебинаров, как федерального уровня, так и на уровне региона. Поэтому вот таких нарушений со стороны организаторов у нас в этом году нет, как, впрочем, не было и в предыдущие годы. А ребята у нас немного, но все-таки нарушают порядок проведения экзаменов. В этом году у нас было два таких нарушения. Первая выпускница одной из школ принесла в пункт проведения экзаменов, на экзамен по химии, справочные материалы. Можно их просто назвать шпаргалкой. Вот она, конечно, пыталась воспользоваться, воспользовалась. И, к большому сожалению, мы вынуждены были удалить ее с экзамена и результаты аннулировать. Ребята знают об этом, что этого делать не нужно, и какие последствия будут. Знают об этом и родители. В соответствии с порядком федеральным они информируются об этом под роспись, что они ознакомлены и понимают, какие могут быть последствия. Но вместе с тем вот такой случай был. И более серьезное нарушение у нас произошло в этом году, когда выпускник все-таки пронес телефон на экзамен по физике, сфотографировал свой контрольно-измерительный материал. Ну и затем, когда уже вышел из пункта, он разместил это в социальной сети. Это очень серьезное нарушение. Поэтому мы вынуждены были провести служебное расследование, оформить административное взыскание и документы передать в мировой суд. То есть контроль за каждым из учеников был строгий и такой серьезный? Он очень серьезный, потому что тема объективности и честного проведения единого госэкзамена, она уже на протяжении многих лет контролируется на федеральном уровне. У нас 100% онлайн-видеонаблюдение уже несколько лет в республике. Это, наверное, правильно. Для того, чтобы ребенок, который соблюдает порядок, который готовился к экзаменам, он должен понимать, что в любой точке нашей страны точно так же честно пришли выпускники и сдают добросовестно свои экзамены. Поэтому все это очень прозрачно. Мы видим в режиме реального времени каждую аудиторию, все ли там в порядке. Это делается не для того, чтобы наблюдать за детьми, а для того, чтобы соблюдался порядок и детям было комфортно сдавать экзамены. По ряду предметов уже стали появляться результаты единого госэкзамена и есть уже первые 100-бальники. Скажите, каждый год есть такие ребята, которые показывают безупречный результат? Такие ребята есть каждый год. В прошлом году у нас было 14 100-бальников. Преимущественно это, конечно, по русскому языку. Сегодня у нас уже есть результаты по 7 учебным предметам из 13. И количество 100-бальников на сегодня у нас 11 человек. 8 человек у нас по русскому языку. Это ученики из Абакана, Черногорска, Черемушкинская школы. Есть ученики из Ширинской школы номер 4. Усть Абаканской школы, что очень отрадно. Двое ребят у нас получили 100 баллов по информатике. И один 100-бальник по обществознанию, что очень радует. Но мы впереди ждем результаты экзаменов по физике, по географии. Поэтому наверняка у нас будут еще 100-бальные результаты. Очень отрадно, когда у нас количество высокобальников, ребят, которые получили от 81 и выше до 100 баллов, их тоже растет. Вот, наверное, вот это является показателем качества работы школы. У нас в этом году по всеми предметам, по каждому предмету повысилось количество высокобальных результатов. Например, по истории в два раза. По русскому это примерно на 30%. У нас математика профильного уровня. Если мы теперь говорим, например, о высокобальных результатах, то у нас по всем семи предметам снизилось количество ребят, которые не преодолели минимальный порог, не смогли сдать экзамен. Вот, например, по математике профильного уровня у нас таких ребят стало ровно в три раза меньше. А, Елена Павловна, мои коллеги подготовили сюжет на эту тему. Давайте ненадолго прервемся и посмотрим его. Выпускник 25-й школы Михаил Писегов заполняет электронную форму абитуриента. Парень мечтает пойти по стопам отца, стать программистом. Среди вариантов для поступления – престижные вузы Санкт-Петербурга и Новосибирска. Он – один из двух старшеклассников Хакасии, справившийся с заданиями ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Было приятно и неожиданно. Ощущения до сих пор двойственные, ощущения, что это шутка, и до сих пор не верится. Я думаю, школа будет мной гордиться, я буду гордиться своей школой всегда. Поэтому я очень рад, что я учился именно здесь. Одним из наставников Михаила стала учительница по информатике Оксана Васильевна. Она занималась будущим стобальником последние два года. В случае Миши я могу сказать, что это он сам воспитал себя, потому что у меня каждый год есть сильные дети, они обещают 100 баллов, но в случае Миши он сам. Очень много задач учителя, как я считаю, облегчить поиск информации и облегчить ее усвоение. В нынешнем году в Хакасии единый госэкзамен сдавало около 2,5 тысяч выпускников. Тем временем до завершения экзаменационного марафона остается два дня. На сегодня уже известны результаты по семи предметам. В почетный клуб стобальников вошло 11 выпускников из Черногорска, Абакана, Саиногорска, Усть-Абаканского, Аскизского и Ширинского районов. Экзамены закончились еще не для всех. Некоторые продолжают готовиться к ним. Скажите, а много ли у нас ребят, которые будут сдавать ЕГЭ в резервные дни? У нас резервные дни уже закончились в пятницу. В понедельник сдают выпускники прошлых лет. Их порядка 40 человек. И на этом аттестационная кампания основного периода закончена. У нас есть еще дополнительный период. Он называется сентябрьские сроки проведения ЕГЭ. Но ребята, которые могут выйти на экзамены в сентябре, их круг очень ограничен. Это выпускники именно текущего года, у которых не получилось преодолеть минимальный порог по одному из обязательных предметов. Или русские не сдали, или математику. Вот у них есть право в сентябре пересдать. И ребята, которые по уважительной причине, которая обязательно должна подтверждена быть документально, это либо болезнь, либо отсутствие по какой-то уважительной причине, у них тоже есть право пересдать в сентябре. И даже не пересдать, скажем так, а доздать определенные предметы. К сожалению, у остальных категорий ребят уже не будет права. Это на следующий год. Точно так же нужно будет заявиться в образовательной организации и выйти на экзамены в установленные сроки. А пересдать можно только один предмет? Или если ученик получил по нескольким предметам неудовлетворительные оценки, он может их как-то исправить? Ну, если мы говорим про одиннадцатиклассников, это у нас бальная система. Поэтому предметы по выбору, все любые предметы по выбору не пересдаются. К сожалению, только на следующий год можно заявиться. А вот русский и математика, только один из предметов, не сданный в основной период, или не пересданный в резервные дни основного же периода, вот как раз можно пересдать. А вот у девятиклассников, у них немножко другая история. Вот у них обязательными являются четыре предмета. Русский, математика и два предмета по выбору. Вот у них есть возможность в сентябре пересдавать большее количество предметов. А у одиннадцатиклассников только то, что я назвала. А с недавних пор экзамен проводится с использованием новых технологий. Скажите, а это не затягивает, процесс не усложняет процедуру проведения ЕГЭ? Нет, это не усложняет процедуру ЕГЭ, а наоборот, эту процедуру стандартизирует, уточняет и делает более конкретной. Если ранее мы закупали экзаменационные материалы, они достаточно дорого стоят, получали уполномоченные и представители государственной экзаменационной комиссии, в день экзамена привозили в пункт проведения экзаменов. У нас ребята могут приходить на предметы по выбору, могут не приходить, хотя и заявились. Поэтому и ранее эти материалы не использовались и, можно так сказать, пропадали, утилизировались. А при использовании новых технологий у нас распечатается в пункте проведения столько материалов, сколько ребят пришло на экзамен. Это во-первых. Во-вторых, каждый выпускник видит в его присутствии, в аудитории, распечатываются контрольно-измерительные материалы, ему вручаются, он их заполнил, выполнил. И тут же в пункте сканируется и отправляет в Федеральный банк данных, вот этих вот заданий. Поэтому в этом году мы впервые во всех пунктах 18 проведения ЕГЭ эту технологию применили. В прошлом году мы ее опробовали, у нас все получилось, сбоев не было. Поэтому во всех пунктах мы применили. Для каждой аудитории есть резервная техника, она закуплена современная. Более около 7 миллионов рублей направлено в муниципальное образование было, чтобы эту технику приобрести. 3 миллиона рублей мы направили в школы для того, чтобы были закуплены комплектующие, это бумага, картриджи. Поэтому, наоборот, определенная четкость появилась. И потом эту технику можно будет использовать на других видах работ в школах. Поэтому все оптимизируется, все организуется. И мы в этом процессе участвуем одних из первых в Российской Федерации. И в этом году у нас сбоев не было. А Елена Павловна, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова